Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Жастар. Сегодня у нас очень-таки интересная тема. Будем говорить о способах изучения иностранных языков. В гостях у меня прекрасные девочки Алина, добро пожаловать, и Ружан. Вообще тема достаточно интересная, потому что на сегодняшний день она очень актуальная, во-первых, как бы модно, во-вторых, это и нужно, необходимо знать именно иностранные языки. И почему я вас пригласила? Потому что зачастую мы сталкиваемся с такой проблемой, мы начинаем учить, на полпути забрасываем, либо же у нас весь процесс затягивается на долгие-надолгие годы, и люди, например, бывают такое, что годами ходят к репетиторам, и результата вот именно нет. Поэтому хотелось бы узнать у вас, девочки, чтобы вы поделились своими секретами, рассказали свой опыт, как эффективно изучать, вообще подходить к изучению иностранных языков. Хорошо? Валин, давайте начнем именно с тебя. Как мне известно, ты уже с первого класса изучаешь английский язык, вот, Алина у нас знает и казахский язык, Алина у нас знает русский, еще и немецкий. И русский на начальном уровне, да, уже. Ну, это здорово, и всего лишь 21 годом. 22. 22 года, да? Ну, здорово, Алина. В целом, расскажи, пожалуйста, про свой путь, как ты начинала. Ну, с начальной школы, как вы уже знаете, с первого класса я начинаю изучать английский язык. У меня была спецшкола, вторая школа гимнатия в нашем городе. Честно, я не помню начальную школу, или как я начала изучать, но у меня был такой суперучитель, который меня постоянно мотивировал тем, что она распечатала дипломы с огромными пятерками. Мы буквально, можно сказать, боролись за эти пятерки. Мне кажется, самая это главная мотивация давать какое-то желание своим ученикам, что я и делаю сейчас, когда преподаю английский язык. То есть получается, окей, с первого класса у тебя это как бы общая программа же была. Да, верно. Далее уже, с пятого класса ты начала... Да, с пятого класса я начала ходить дополнительно к частному репетитору. Это был также преподаватель с моей школы, который уже на пенсии. Она меня, как можно сказать, поднатаскала, открыла все азы английского языка, раскрыла мне новый мир. Также она сама довольно-таки часто путешествовала. Меня это тоже заинтриговало. Тоже захотела, знаете, путешествовать, узнать новую культуру. Свободно при этом общаться с... Да, естественно, с иностранцами, узнать их, не знаю, традиции, культуры. Это всё было очень интересно. То есть не для того, чтобы только учиться за границей, также узнать что-то новое для себя, открыть что-то новое. То есть, получается, с первого класса, если ты начала изучать английский поэтапно, потихонечку, то к пятому классу ты уже пришла к тому, что ты уже сама хочешь. То есть ты уже ходила на занятия английского языка не потому, что надо, а потому, что у тебя уже было желание. Да, и самое главное, мне кажется, у меня, как говорят в казахском языке, и кем им был. То есть у меня было какое-то желание, также талант к этому, именно к изучению языков. Так как в математике я была, к сожалению, не очень. Поле такой гуманитарной, да? Да, гуманитарной более. Ружан, как мне известно, ты тоже, да, начинала изучать английский язык. И потом твой фокус перенаправился на турецкий язык. Расскажи, пожалуйста. Точнее, турецкий выбрал меня, скажем, да? Английский я начала изучать с пятого класса. Скажем так, мама хотела, чтобы я начала изучать иностранные языки, потому что она заметила тоже у меня и кем, как ты уже сказала. Потому что я любила читать, я любила учить новые слова, что-то новое. У меня был с детства такой интерес. Она это заметила, потом продолжила сходить на курсы. Я тогда ходила в АСР, вспомню, был такой известный самый центр. Ходила в АСР, потом к индивидуальным уже частным преподавателям. Потом так и так, я учила английский, но у меня такого, скажем, особого прям желания не было. Но я учила, потому что надо было. Потом я поступила в универ на эту специальность, но у меня второй язык был также турецкий. Я выбрала как второй язык. И мне кажется, турецкий язык больше подходит мне, потому что я и сама похожа на цирчанку. Просто тогда я поступила на грант, и с этого все началось изучение моего турецкого языка, скажем так, изучение всего этого. Окей, примерно поняли, как вы пришли вообще к изучению языков. Теперь давайте немного детальнее и подробнее поговорим. Вот в целом, как вы считаете, да, первое, вот, например, у человека есть желание, да, есть мотивация выучить английский язык, чтобы свободно там разговаривать при поездках, путешествиях, так сказать, да. Действенные способы, это нужно сразу идти к репетитору, это нужно записываться на курсы, или нужно найти среду, или же можно самостоятельно начинать обучение в целом, как вы считаете? Ну, большинство, да, большинство моих учеников приходят именно с базовыми знаниями на тем, что они учились, просматривая какие-либо фильмы, но, к сожалению, они не знают основ, то есть как составлялись эти предложения, в каких ситуациях можно употреблять, либо же нельзя. Поэтому именно для путешествий я советую просто пройти начальный уровень, выучить такие базовые слова, научиться их склонять, так как в английском языке, как и в русском, казахском нет склонения, к сожалению. Из-за этого все немножечко затрудняются. Просто, как в рекламе показывают, выучи английский за два часа. Честно, это невозможно, это очень тяжелый труд. То есть без желания, без труда, мне кажется, смысла нет учить язык. Это вот самое главное. То есть первым делом необходимо что делать? Это начать просматривать фильмы, да? Фильмы, да. А как выбирать? Просто именно азы, фразы, если вы хотите выучить и пополнить свой словарный запас, естественно. И далее... А вот этот вот метод, я помню, даже еще в школах мы брали словари, так сказать, и прям заучивали, заучивали, заучивали. Мне кажется, на практике легче получается, потому что я лично сама выучила так. Я поехала в Турцию, при том, что я не знала турецкий. Ни грамма. Вообще, ну я знала, привет, как дела, все, больше я ничего не знала, но при этом я поступила туда на грант, сама еще удивляюсь, как. Но, получается, рядом была девочка, которая у нас хорошо владела турецким. Она вот первый месяц, честно, переводила все, когда мы не понимали, когда мы вообще не могли разговаривать. Потом я уже понимала, что так как я поступила в университет, я должна учиться, я должна поступить, получить сертификат, то, что я закончила. И у меня был такой короткий срок, 2-3 месяца за это время, я должна была выучить. Как всегда, я начала с сериалов, с этих вот турецких наших любимых. Начала смотреть субтитрами, потом я выписывала оттуда все слова, которые не знаю, которые, знаете, такие были, которые я впервые слышала. Потом также это было полезно для слуха, чтобы я понимала, какие слова как читаются. Также я купила такие легкие книги, бывает, что не просто там сложная грамматика, этакие легкие, про любовь, про подростков. Я начала читать эти книги, тоже выписывала, переводила. Каждый день изучала, у меня не было такого перерыва, потому что у меня был такой короткий срок, и мне у меня просто необходимость была. Потому что в университете все были иностранцы, все были турки, скажем так, и все со мной хотели общаться, а я такая просто смотрела на них. Поэтому мне надо было как-то контактировать, поэтому за 2-3 месяца, скажем так, я прям выучила турецкий, я уже могла свободно разговаривать на нем. При том, что ты, получается, просто купила книги, да, то есть начинала читать, и все те незнакомые слова ты начинала переводить. Ну, а с первого это сериалы я начала смотреть, второе я начала читать книги, и третье то, что я жила в этой среде, я разговаривала со своей соседкой, турчаткой она была, с ней общалась каждый день, хоть она поначалу меня вообще не понимала, мы даже помню, общались вот так через переводчик. Она говорила, я твой турецкий не понимаю первый месяц. Потом вот через несколько месяцев после приезда в Казахстан, я с ней общаюсь по телефону, она говорит, неужели я теперь тут тебя понимаю, как ты разговариваешь, что ты хочешь сказать? Ну, турецкий язык, на мой взгляд, он очень сильно схож, похож. Да, ну, не все слова, не все. Это кажется так, но не все слова. То есть 2-3 месяца, впечатляющий достаточно результат. А как вот считаете, да, вот, Алина, ты сказала, что, как бы, конечно, там быстро невозможно, но, тем не менее, если есть пендель, да, возможно, но, тем не менее, идеальный период времени для того, чтобы освоить английский язык, допустим. В зависимости, какой результат вам нужен. Если, естественно, вы хотите сдать международный тест, который называется IELTS, мне кажется, минимум полтора года, это точно. Потому что там грамматику нужно знать. Естественно, да, азы, грамматические структуры, составляющие и так далее. Но если вы просто хотите попутешествовать, не знаю, мне кажется, полгода, в принципе, год достаточно. То есть, в принципе, что Аружан, что Алина, да, вы говорите о том, что можно начинать изучать и желательно изучать уже самому, да, прежде чем даже обращаться вот именно к какой-то курс, уже приходить с базовыми знаниями, да? Ну, я лучше советую, если у вас нет базы, лучше начать с профессионалом, чтобы потом заново все не переделать, не переучивать. Далее более высшие уровни, средние даже уровни, уже можно самостоятельно. Наоборот, именно фундаментально, то есть вы рекомендуете именно заложить с профессионалом. Да, очень много студентов приходит с неправильным произношением, которое очень раздражает, если честно. Да, приходится прям, грубо говоря, ломать язык им. Вот, допустим, к вам приходит человек, допустим, с чего начинается именно ваше путешествие, так сказать, в мир иностранного, изучение иностранного языка? Ну, мы начинаем, конечно, со знакомства, с азов, со слов hello, да, с цифр. My name is, да? Да, да, да. То есть все знают эту фразу популярную, my name is, но почему именно вот этот is, почему my name говорится, люди даже не знают. Мы начинаем это разбирать. Так. И они начинают также употреблять эти предложения, они могут их менять, перефразировать. Это уже большой результат после первого урока. Ну, вы сейчас согласитесь, что с каждым годом, получается, интерес к изучению иностранного языка прям возрастает среди актюбинцев вообще в целом, не только среди актюбинцев, среди вообще горожан. И в целом, в основном, кто приходит, молодежь или взрослые так же? Разные категории. Да, есть молодежь. Но в основном более подростки, лишь молодежь 20+, или же до 20, потому что сейчас в Турции у нас, знаете, учеба такая недорогая, и поэтому все после 11 класса поступают в Турцию, в Стамбул. Ну, не в Стамбул, в Турцию желать. Потому что цены такие же, как и у нас в Казахстане, и они начинают изучать турецкий язык. Поэтому сейчас, на данный момент, в последнее время, спросы на турецкий так же хорош, как и на английский. Вот то, что я заметила, то, что... Потому что приходит много студентов. Помню, я преподавала... Я начала преподавать вот два года назад. Я преподала и молодым девушкам, и более взрослым женщинам. Все воспринимают, конечно, по-разному. И хочу сказать, что все зависит индивидуально от человека, от того, какое у него желание и какое истребление вообще в целом, как бы мы ни начинали. А вот, например, фильмы. Давай, Алина, посоветуешь ты, например, какие фильмы? Например, ты говоришь, надо смотреть фильмы. Это, например, а как выбирать этот фильм, например, да? Люди в основном предпочитают американские фильмы, но, к сожалению, американская речь, она слишком быстрая. И они не особо, как можно сказать, придерживаются грамматики. То есть пропускают некоторые слова, окончания меняют и так далее. Я советую именно начать с британских фильмов, наподобие Гарри Поттера, так как там очень легкий язык, английский начальный. И, конечно, с мультфильмов. Хорошо. А изучение турецкого, допустим, какие книги бы посоветовать? У меня есть вот два самых любимых сериала, которые я всех советую, потому что там очень легкие такие фразы. Начальная база используется. Чили Коксу, как мы все знаем, запах клубники, и Сол Яном, левая сторона. Кстати, запах клубники я смотрела. Да, потому что это реально прям хороший сериал. Я могу посоветовать тем, кто только начинает изучать турецкий, потому что там используются такие базовые слова. Они всем понятны. И при этом сериал такой очень легкий, интересный. Он прям всем нравится. Поэтому я начинаю с Чили Кокса, потом могу еще Чи Сол Яном. А вот еще есть такой сериал, Чу Кура, я его не советую, потому что он такой сложный. И мне кажется, желание просто пропадет после этого сериала. Я знаю. То есть смотреть, получается, фильмы вы рекомендуете в оригинале, но субтитры обязательно, да? Интересно. А вот момент такой, да, вот сейчас, получается, в дальнейшем, в планах, какие дополнительно другие языки изучать в целом, к чему есть интерес? Ну, по мобильности я уезжала на полгода в Китай, то есть я выиграла грант. Там я изучала по своей же профессии, где я смогла освоить более углубленно свой английский, так разговаривая с иностранцами, и у китайцев как не очень хорошая речь именно в английском языке. Мне помогло это развить именно мой слух. Получается, там я начала была изучать китайский, и я думаю, его продолжить в будущем. Аружанна? Сейчас я даже об этом не думала. Скажи, пожалуйста, как тебе, как твоя жизнь изменилась вообще в целом, с момента того, когда ты начала изучать другие языки? Говорят, что мозг начинает активно работать именно, развиваться. Да, я мысль на разных языках, иногда слова забываю. На каком языке сейчас в основном думаешь? Легче, но больше на турецком сейчас. Когда разговариваю, мне легче. Я даже бываю иногда, когда забываю, так на турецком думаю, потом перевожу. Потому что я каждый день хожу в центр, преподаю, и мне легче уже, как-то быстро освоилось. Английский, если честно, уже подзабыла. Хоть я начала учить с пятого класса, но, видимо, у меня такого желания не было. Но среда важна, да? Да, естественно. Что, допустим, если ты изучаешь язык, важно, чтобы вы были единомышленники. Алин, ты на каком языке думаешь? Со школы, я думаю, в голове на русском, естественно. В моей среде, в моем доме не разговаривают на казахском, поэтому немножко было сложновато. Но так как тоже с вами соглашусь, хожу каждый день, преподаю на английском, мне легче выразиться именно на английском языке. Интересно, интересно. Вот мне вот этот момент, да, все-таки пропустили вопрос. Как влияет вообще изучение языка на саморазвитие? Когда ты смотришь со студентами какие-то новые виды, которые связаны с культурой, ты узнаешь, что вместе с ними что-то новое. Я так говорю, вау, серьезно? И просто с ними сидишь, это обсуждаешь. Это классно. Рожан, у тебя какие планы в целом, в дальнейшем? Я бы хотела пожить в Турции, если честно. Это была моя мечта. Когда я уезжала, я говорила, я обязательно вернусь. Но после окончания университета я была там несколько раз, вот два-три раза точно, и уже я свободно сговаривала на турецком языке. Даже были случаи, что люди думали, что я не понимаю турецкий, потому что я поначалу молчала, делала вид, что я не знаю, они там что-то обсуждают на турецком, бывает, что что-то грубое говорят. Она такая, я вас понимаю, я все поняла, что вы сказали. В целом бы хотелось бы там пожить очень сильно, потому что мне там очень понравилась культура, люди, общение, все-все-все. То есть кругозор. Потому что свою культуру, свой язык мы обязаны, конечно, знать, но изучение других иностранных языков, оно все-таки тоже положительно влияет. В любом случае, если подводить выводы, то есть если подводить итоги, то я как правильно понимаю, то есть изучение иностранных языков, в первую очередь, должно быть свое собственное желание. В первую очередь, и непосредственно можно обратиться к профессионалу, чтобы путь укоротить, так сказать. Можно и, в принципе, как оружиан самостоятельно за два месяца, то есть выучить язык. Но в любом случае, конечно, как и в любом деле, все зависит от нас. Поэтому я благодарю вас, девочки, чтобы сегодня пришли и поделились своим опытом. Уважаемые телезрители, во второй части мы поговорим о том, как организовывать крупные, крутые, масштабные мероприятия. Ну что ж, мы продолжаем. К нам присоединились суперкреативные ребята. Есет и Аслан, добро пожаловать. Почему я вас так обозвала? Потому что за вашими плечами опыт проведения крупных таких масштабных мероприятий. Скоро намечается такого же рода мероприятие Ахтубе Фест. В целом вы буквально, не знаю, запланили все социальные сети, можно сказать, Ахтубе. Буквально у каждого своего знакомого вижу, в принципе, репосты об этом предстоящем мероприятии. Поэтому стало интересно. Решила узнать у вас, что это за масштабное такое мероприятие, где вы планируете собрать более 20 тысяч человек. Здравствуйте, Гульдана. Ну, это мероприятие... Все знают, что такое Берлингмен. Все знают, что такое фестиваль Сигит в Будапеште, куда за одну неделю приходят 600 тысяч человек, из них половина иностранцы. И для нас, в том числе, этот фестиваль, это как... Мы хотим сделать ее визитной карточкой нашего города. Это проект не на один день, не на одну неделю, не на один, вот, 22-й год. Мы хотим сделать из него визитную карточку и традицию. Ежегодно делать. Чтобы в 50-м году наш фестиваль, Ак-Тюби-Фест, был известен на весь мир как один из крупнейших, классных, интересных, больших фестивалей, куда уже будут приезжать не только актюбинцы и, может, жители ближайших городов, там, Ак-Тау-Тарау, но и жители других стран СНГ, других стран мира. Потому что здесь круто, здесь интересно, здесь весело. Есть фестивали, которые разделяются вообще на несколько типов. Есть, например, музыкальные фестивали, где, ну, просто вот большой концерт, люди неделю живут и слушают всех мировых известных певцов. А есть фестивали, которые направлены больше на какую-то национальную айдентику, на национальное достояние какое-то. И вот мы устраиваем фестиваль на холмах, то есть это единственное место у нас в городе, где с прекрасным видом на холмы, куда еще можно изобраться. Это, по-моему, близ Тау, да? Да, это недалеко от базы отдыха, Тау, 15 километров. Это живописнейшее место. Мы, не знаю, в городе много чего искали, но это было самое идеальное место. И, то есть, тут же это все соприкасается с тем, что мы называемся, сам фест называется Ак-Тубе, наш город называется Ак-Тубе. Мы устраиваем фестиваль на холмах как раз-таки. Не горы, не просто степь, не там какой-то лес, это холмы. И все это вот соприкасается и выводится в какой-то такой большой символизм. И из-за этого именно сама идея просто, ну, если вы там когда-то были, может, понимаете, вот, если, не знаю, пройдете по той уравнению, какое-то такое душевное состояние другое будет. Не то, что у нас в обычных местах, допустим, на природе, либо же в городе. Ну, в целом, вы сейчас рассказываете, уже захватывает. Аслан, давайте подробно вы нам расскажете, что там будет. В общем, Есет говорил про повышение туризма в городе и так далее, и тому подобное. В общем-то, это большая городская тусовка, там будет семьи, молодежь творческая и так далее. А этот фестиваль примерно 50 тысяч квадратных метров. 150. А, извините, 150. Различные зоны, это от палаток, пикник-зон, кинотеатров, концертных зон и тому подобное. Будет кейтеринг, будет рынок. То есть, лично я хотел скопировать красоты Октюбинска и вставить в эту местность. Типа, например, как арка в базаре, тоже у нас будет рынок, именно ярмарка, ручных изделий, разных таких мелочей. На кейтеринг тоже зовем различных, именно крупных франшизм. Именно местных предпринимателей, да? Да, местных и не только. Что еще сказать? Пройдет он четвертого. Четвертого по 11 июня. Да, по 11 июня. Восемь дней. То есть, это как будет там целый, каждый день будет разная программа или в целом как? Там будут параллельные программы по типу волейбол, футбол, пейнтбол и так далее, да? Но будут и программы, которые именно направлены на этот день, например, на открытие, будет выступление какого-то артиста, скажем, да? Мы еще думаем, какого артиста пригласить. Поэтому мы сейчас делаем опрос в инстаграме. Другой день, скажем, это будет день, скажем, холи. Это день салютов. Кстати, я видела, что воздушные шары планируете. Да. Это возможно вообще? Вы тестировали или как? Да. Ну, то есть, проблема в том, что мы не сможем их запускать на 500 метров или километр, как это запускают на фестивале воздушных шаров. Поэтому мы не позиционируемся как в фестивале воздушных шаров. Ну, конечно. Но зато там можно будет в любое время, в любой момент на них подниматься. Потому что на воздушных шарах есть правила специальные. Можно подниматься только утром и вечером. И когда в специальных погодных условиях очень опасно, сложно. Одновременно, допустим, вот вы говорите, на площади будет 150 квадратных метров. 150 тысяч квадратных метров. 150 тысяч квадратных метров, извиняюсь, да, оговорилась. Одновременно сколько людей вместимость? В день мы ждем вместимость максимально это 5000 человек. 5000 человек. Но это скорее не вместимость по площади, а вместимость то, которую мы сможем комфортно обслужить. Чтобы им самим было удобно, чтобы им было комфортно, весело, интересно. Если мы туда и 20 тысяч человек поместятся за один день, но это уже будет толпа. И им самим, ну, конечно, можем это сделать. Но людям будет комфортно, а зачем нам это делать, если людям будет комфортно? Конечно. Момент такой, да, то есть как туда можно будет попадать? Каждый день можно ездить или есть определенные там заезды, можно ночевать будет или как? Да, можно будет ночевать, там будет палаточный лагерь, у нас будет несколько видов билетов. Скажем, сами билеты можно купить в Тикитоне или в оффлайн-местах. Так, что еще? В плане туда проезд, то есть, как он сказал, там будет палачный лагерь, где можно будет оставаться, поставить свою палатку, либо нашу в аренду взять. Кроме этого, мы уже договорились с красивым Акиматом, который нам пару автобусов запустит. Кроме этого, мы сами возьмем автобусы в аренду и около 5-10 рейсов будем каждый день делать. Также это находится недалеко от района Нур-Сити, и там есть остановка где-то, ну, может, в километре, и некоторые могут там останавливаться и дальше идти пешком, но не так далеко. Ну, на машине туда заезд очень простой, потому что зимой там вот на лыжах, тюбингах катаются, ну, весь город примерно... Знает, да? Да, весь город знает, где это. Хорошо. В целом, вот расскажите, пожалуйста, вообще, почему вы взялись за эту идею? Первая идея, это был аниме-кон. До этого мы проводили мероприятия, но такие мелкие. Почему? Лично я, потому что, ну, именно культуру, скажем, японскую, скажем, или именно туристическую культуру я очень сильно хочу развивать, потому что в городе, ну, скучно, по сути. Вы прям такой смелый, чтобы заявлять об этом. Ну, а где, где можно? Это взгляд бизнеса. Ну, да, да, я ничего не говорю, я принцип поддерживаю, ага. Вот. Вы тем самым хотите создать такую некую именно площадку, да? Да, да. Например, я сам, когда приехал на эти холмы, я, ну, постоянно, когда приезжаю, даже если там через час, и я понимаю, ну, какая это красота, и очень круто. И поэтому я хочу именно продвигать это место. А в Замес Автубе? Именно в этот фестиваль. Да, я сам в Замес Автубе. Поэтому душой болеете. Да. А вообще где-то были, да, может быть, жили в других городах? Ну, я в Астане 7 лет жил. А я родом в Салматы и сюда переехал только, ну, там, в детстве, конечно. А, Салматы. Ну, и в целом, как бы, наверняка поэтому сравнивали, вы когда жили сколько там лет, в 7, сказали, да, в Астане, в Мурсултане, да, в столице. Вы наверняка там видели, да, немного другое, получается, именно культуру. И вы хотели это все перенести сюда или как? Вам, когда вот вы жили в столице, вам хватало вот этих вот тусовок, массовок, как вот вы сейчас говорите, подобного рода? Нет, почему? Ну, в то время я именно не следил за этим. Такого не было, чтобы я прям знал. Были, конечно, там различные вечеринки, но именно такого нет, я не видел. Чтобы скапливалось, да, огромное количество людей, то есть именно массовок. Был Комикон, который в Астане проходил вроде в 19-м году. Это последнее, что я помню из больших мероприятий в Астане. Вот лично я помню. То есть основная мотивация, то есть почему вы за это взялись, вы хотите вот именно развивать некое такое, вот именно создавать такое, некое такое интересное пространство, да, получается, для именно октябинцев. То есть в Ак-Тюбе очень большой потенциал, я думаю, потому что только вот большие мероприятия, такие как Анимакон и так далее, они проводятся, ну, в Астане, в Алма-Ате, ну, почему бы не в Ак-Тюбинске. Вот, такие же фестивали почему-то в других городах проводятся, но и в Ак-Тюбинске. А как вы пришли к тому, как вы можете утверждать то, что в Ак-Тюбе именно большой потенциал? Я могу сказать, из своего опыта, в 19-м году, после того, как я закончилась школа, я сразу вступил в команду Калалаб. Вряд ли, не знаю, слышали ли вы об этом. Слышал. Вот, это ребята, которые занимались урбанистикой. Ну, то есть это вот главная наша девушка там на зерке, она занималась урбанистикой, у нее там диплом сядила. Но это было около урбанистики, потому что, ну, вся команда, которая просто этим интересуется, она никогда не понимала этого. И там была одна вот такая догма, которую мы взяли из Европы. Там любой маленький город, 5 тысяч человек, 20 тысяч человек, 50 тысяч человек, 200 тысяч человек, каждый из них крутой. В каждом из них есть что-то интересное, что-то мощное, куда можно поехать, разве какой-то туристической, может, штуки, либо просто того, что город красивый, там много каких-то активностей, очень развит бизнес. Ну, представляете, у нас город, 500 тысяч человек, это четвертый город Казахстана. Если мы будем сравнивать его по таким же размерам в городе Европе, даже в Польше хотя бы, это несравнимо. Потому что там вот такое же количество людей, примерно, ну, на самом деле, даже с Польши у нас примерно одинаковая история последние там 100 лет, 150 лет в Российской империи, СССР. И почему вот такой вопрос задается, почему мы более отсталые, чем они, именно конкретно сам город, то есть инфраструктура города, активности города, местами люди, конечно, люди у нас достаточно, очень умные. Вот такой вопрос появляется, потом думаешь, ну, просто, наверное, потому что никто не пытался развивать, или пытался развивать не туда, или было очень много различных проблем, из-за которых на эту часть города, допустим, эту часть населения, эту часть темографии никто не смотрел. И мы подумали, что, ну, раз вот там получается проводить огромнейшие какие-то мероприятия, или огромнейшие активности крутые, вот такое количество человек в таких вот условиях, то мы тоже можем. Например, взять даже наши ближайшие города, там, Челябинск, Оренбург, Самара. Российские города вроде со всеми чем-то от нас не отличаются, даже во многих вещах хуже. Подобные вещи там тоже неплохо развиты. То есть у меня друзья из Ак-Тубе приезжают туда, вот только для того, потому что там жизнь кипит. Вот такие вот именно креативные ребята, которые поднимают, развивают данную тему, то есть зависят именно от нас, считаете? Конечно. От людей? Да. Хорошо. В целом, а как вы видите ли отклик от Ак-Тубинцев, когда вот пошли вот анонс? Да, очень большой. Расскажите про это, вот интересно. То есть к нам, ну, если судить по прошлым мероприятиям, к нам очень многие, типа, писали, когда следующее мероприятие, типа, будет ли сезонное, там, некоторые из других городов приезжают и так далее. Сейчас даже в Ак-Тубе фесте многие пишут об этом, верно? Да, там один пост, вроде последний, который был, сколько, первые там 2-3 часа сразу 40-50 комментариев от, ну, это не наши друзья, это просто вот какие-то люди оставляют, говорят, мы хотим приехать. Или пишут директ, мы хотим, сколько это будет стоить, мы еще не объявляли о билетах, ничего. Все спрашивают уже, как приехать, как туда будем довозить, какой туда транспорт будет, сколько стоит билет, где его купить. То есть это говорит о том, что людям не хватает как раз-таки именно этого, да, и они именно хотят. Вот в целом, получается, да, вот вы говорили, да, проводили именно аниме-кон, плюс, по-моему, проводили Мосмаркет, да, это что за мероприятие? Аниме-кон — это мероприятие упорно японскую культуру, то есть это аниме, манги. Это актуально у нас в Ак-Тубе? Да, то есть... Не представляете. Это настолько актуально, просто очень много подростков смотрят аниме и хотят где-то именно свои знания по аниме или же знаний по каким-то вот критериям как-то обсудить с другими ребятами, потому что такого нет. Вот те же ребята каждый день писали, когда есть следующий, когда следующий. Вот сразу, как заканчивалось первое одно мероприятие, они писали, когда следующее мероприятие, как нам готовиться к нему, где нам готовиться к нему. Могу сказать, к примеру, то есть у нас одним иконом прошел в июне прошлого года. Мы его организовали ровно за месяц. Потом, ну, мы просто поддерживая вот это все сообщество, устроили еще два небольших сходки. Сезонные, да? Да, осенью и вот весной в марте. Последний раз в марте мы там решили 10 марта сделать, 21 марта провести. За 10 дней мы продали, не знаю, сколько билетов. Я не помню. Ну, мы очень, там, несколько сотен билетов просто вот улетели. И то вот в первые дни продаж билетов, в первые дни все улетело, и потом, оставшиеся дни, мы просто сидели уже классно, делали мероприятие. Хорошо. Ну и, в принципе, да, к завершению мне хочется узнать, откуда, ребята, у вас столько вот это вот организаторских способностей, да, вот это вот именно столько креатива. Почему? Откуда это? Или потому что вы душой болеете за это? Опыта много было. Да? Да, душой болеем, естественно, чтобы как-то развивать город, чтобы как-то сюда привносить что-то нового. Ну, опыт просто был. Мы устраивали сколько мероприятий? За два года последних около, ну, лично я участвовал более 200, наверное. Да. Это были провалы, конечно, но... И сейчас у вас уже есть, да, уже четкое такое понимание, уже инструкция, как можно делать. Да, такая структура. Ну что, ребята, спасибо вам большое, что пришли и поделились, желаю вам удачи и, конечно, не останавливаться, продолжать делать вклад в развитие нашего родного города. Уважаемые телезрители, а мы с вами прощаемся, увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова